Наушники с чипом Qualcomm, который работает в паре с предпоследним Bluetooth. Двойные динамические драйвера воспроизводят аудиофильский Hi-Res класса звук с высоким разрешением. Также эти наушники имеют отличную автономность, возможность регулировать громкость через физические кнопки, шикарные материалы и великолепную сборку. Игровой режим, который не просто для вида, как и водонепроницаемость класса IPX5. Все это можно прочитать в рекламе, но как на самом деле дела обстоят с наушниками под названием Blitzwolf Fiat 13, сейчас я вам расскажу. Но линейка, в принципе, у них уже легендарная. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И как в старые добрые времена, мы будем сегодня с вами обозревать Blitzwolf-овские наушники. Я купил их, по-моему, еще в ноябре и решил все-таки в итоге распаковать и протестировать. Почему? Потому что мало ТВС-ок сейчас выпускается, какие-нибудь там OPPO 2i, которые по большому счету похожи на все. OPPO X2, которые стоят 20 тысяч рублей, и даже я еще не созрел, чтобы их купить. И все подобное. А вот эти вот штуковины все еще выпускаются, и Blitzwolf, в принципе, как M-Pow, либо что-то подобное, вряд ли потеряют своего покупателя. Почему? Потому что все всегда однотипно, дешево и иногда даже интересно. Почему я взял эти наушники? Потому что мне, разумеется, вы, подписчики, их посоветовали. Максимально большой бокс, но при этом софт-тач пластик, плюс в карму. Мы видим здесь 4 диода, очень даже прилично выглядящие наушники матовые. Вот почему бренды, супер бренды не делают так же, да? Ужасная, конечно, упаковка, но химии как старые добрые не пахнет, что удивительно. Разумеется, здесь Type-C-шный вход для зарядки бокса. Индикатора, что здесь есть беспроводная зарядка, нет, но это не критично. Следующий момент, это амбушюры. Сразу же говорю, что я только что вскрывал АКГ-шные наушники, и у них был микро-USB вход для зарядки. Когда я вижу Blitzwolf, и вижу здесь вход Type-C, мне невольно хочется улыбаться. Все-таки китайцы многое делают для того, чтобы у нас технологический прогресс шел вперед. Хорошо, что есть конкуренция, хорошо, что они что-то производят, и обычно это что-то даже очень неплохое. Следующая инструкция, не вижу русский язык, если найду, обязательно вам покажу. Разумеется, здесь показано, каким образом нужно располагать наушники в боксе, и почему-то наушники нарисованы другие. Здесь нарисованы наушники с ножками, а здесь у нас вот такая вот прелесть. Прозрачное дно, где-то я такое уже встречал, я не имею в виду нафинг наушники, нафинг наушники обзор был на канале. Ценник у них, разумеется, космос, они в 4 раза дороже, чем эти. Если запихивать их в уши, сразу говорю, пассивное шумоподавление просто супер. Амбушюры, стандартный шлак, но я думаю, что мало найдется аудиофилов, либо людей, которые покупали ТВС, у которых нет уже комплекта либо пенных приличных, либо гибридных. Что удивительно, здесь даже М-ка для меня мала, то есть мне, скорее всего, нужны элевские наушники. Не очень длинный звуковод, вспоминаем мореподс, который чуть ли не протыкал вам мозг. Сейчас я себя практически не слышу, только через кость. Вспомните, наушники с костной проводимостью Aftershock, вау. Они довольно увесистые. И механические кнопки для управления, супер. 10,4. Почему увесистые? Потому что обычно мы встречаем в последнее время наушники по 4 грамма, весом максимум 4,2. Многодрайверные, как я вижу, два драйвера. Все прозрачно, все красиво. И бокс с наушниками весит 52 грамма. Без наушников бокс будет весить 42 грамма. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми бэндов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много и мои контакты, в описании. В прикрепе два моих телеграм-канала. Один взаимопомощи. Нас там больше 11 тысяч человек. Помогаем друг другу словом и делом. Мата и хамства там нет. Второй телеграм-канал скидок. И самое интересное, я скидываю туда новинки, которые я покупаю для обзоров. Притом обычно они имеют очень приятные ценники. Не считая, конечно, промокодов и каких-то выгодных предложений, как на Тамоле, так и на Али. Все розыгрыши 30-го числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже имеется только черная расцветка. Дизайн бокса привлекательный, без лишних деталей. Изготовлен он из хорошего пластика, покрытый софт-тачем. Тактильно приятный, но маркий. Форма прямоугольная с закругленными углами. Габариты 72х42х34 мм. В кармане слегка мешается из-за толщины. Качество сборки хорошее, если не брать во внимание оформление разъема USB Type-C. Также на корпусе расположили название производителя. Краткую информацию. Выступ для удобного открытия крышки бокса и 4 лет индикатора. Открыть одной рукой крышку можно, но не совсем удобно. Крышка в открытом состоянии, к сожалению, не фиксируется, но люфт у крышки полностью отсутствует. Хлопок при закрытии крышки глухой и нераздражающий. Внутри на матовой поверхности расположили два места под наушники с тремя контактами для зарядки в каждом и маркировку left-right. Наушники в боксе слегка гуляют. Если попытаться вытряхнуть наушники, то много усилий прикладывать не придется. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает по моим тестам 1 час 58 минут. Беспроводной зарядки не завезли. Наушники можно перезарядить от кейса стандартно полных 3 раза и 4 на половину. Саморазряд у бокса небольшой, но есть. Переходим к наушникам. Большая часть корпуса наушника выполнена из такого же материала, как и бокс. Это пластик, покрытый софт-тачем. А звуковод производитель решил сделать прозрачным. Смотрится неплохо, но клей, который виднеется через прозрачную вставку, слегка портит общую картину. Габариты 24х23х20 мм по самым объемным частям. Звуковод круглый, средней длины 5,2 мм на 4 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, а сеточка может порваться. Да и в принципе, как оформили звуковод, мне не особо понравилось. Посадка в ухе лично для меня не совсем удобная, сколько бы я не подбирал амбушюры. Из ушей они торчат знатно, вдобавок у ушах сидят неплотные, из-за веса при малейших движениях просто выпадали. Прослушивать их на протяжении часа можно, но для меня это был предел. На корпусе наушников расположили контакты для зарядки, микрофоны, маркировку left и right и физические кнопки для управления с подсветкой, которая во время прослушивания не мигает. Из нажатий на борту плей-паузы, переключение треков, сброс ответ вызова, вызов голосового ассистента, регулировка громкости, за что отдельное спасибо, включение-выключение игрового режима, который снижает задержку до 60 миллисекунд. А также можно сбросить наушники до заводских настроек, что иногда бывает очень даже полезно. Глюки бывают у всего, даже у яблока. Нажатия сопровождаются щелчком, откликаются на команды, наушники хорошо. Озвучивание в наушниках к слову происходит на английском языке с женским голосом. Летим дальше. Чип установлен Qualcomm 3040. Оснащены наушники двойным динамическим драйвером на 6,1 миллиметра. Звучания Hi-Fi класса, активного шумоподавления режима прозрачности на борту нет. Датчики обнаружения уха также отсутствуют, как и Multipoint. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, но переподключение не бесшовное. Автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством. Об анимации производитель не заявлял, ее и нет. Далее, емкость аккумулятора одного наушника 50 миллиампер часов. Полный цикл зарядки занимает 1 час 10 минут. Отыграли они на 60% громкости по коду КАПТХ бодрых 6 часов 34 минуты. Быстрой зарядки на борту нет. Водонепроницаемость класса IPX5. После погружения в воду на 30 секунд с ними ничего не произошло. Но вам я делать так не советую. Нельзя с IPX5 погружать в воду ничего. Максимум дождика они не боятся. После того, как они полностью просушились, я их проверял, и весь функционал у меня лично работал исправно. Во всяком случае, после этого несколько дней. Что дальше будет? Тайна покрытая мраком. Далее. Приложения для настройки тапов, обновления прошивки и так далее, к сожалению, нет. Bluetooth версии 5.2 практически последний. Из кодеков на борту APTX, SBC и AAC. Через две стены не отваливались и фризов не было. Видимая задержка на YouTube отсутствует, а в играх с включенным игровым режимом задержка также минимальна. Играть можно комфортно, за что им несомненный плюс. Примеры вы сейчас услышите и увидите на экране. Субтитры делал DimaTorzok Микрофоны с CVC шумоподавлением окружающие шумы глушат плохо. Примеры вы сейчас услышите. Тест работы беспроводных наушников FIA 13. Вот сейчас вы видите, какой они формы. Да, ножек нет и да, относительно 15-х, разумеется, микрофоны чуть-чуть хуже. А приори должны работать. Недавно были, к слову, 15-е на обзоре. Если мы надеваем шапку и стоим также рядом с дорогой, ждем автобус. Я думаю, сейчас будет шума больше, чем достаточно. Сможете ли вы разговаривать по ним на улице при проезжающем мимо транспорте. Как-то не очень быстро он поехал. Но шумы все равно исходят, при том довольно приличные. А если снять шапку, то шумов должно быть, по идее, больше. Потому что, опять же, CVC шумоподавление в таких условиях отрабатывает не фонтанно. Шапки таким наушникам помогают. К чему это все? К тому, что наушники мне нравятся. Мне нравится их бокс. И все по-китайски. В каком смысле? В том смысле, что недорого, хорошо звучит, не лучшие микрофоны. И, в принципе, танцевать здесь не с чем. В плане чего? В плане того, что софт-тач и сама форма наушников, плюс внешний вид, в принципе, меня к ним располагают. Почему? Потому что дорого они выглядят. Не знаю, хорошо. Может быть, вы и со мной не согласитесь. Да, они довольно габаритные. Но это с одной стороны. С другой стороны, не скажешь, что они сделаны как-то кустарно. Блицпульпы работают. Я их с удовольствием покупаю. С удовольствием вам о них рассказываю. Звучание. На 100% громкости каша слегка присутствует. Запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Стоковое звучание меня порадовало. Я его отнесу к бас-хедному, но без лишнего акцента на бас. Вдобавок, бас плотный и средний бас в наличии, с легким ощущением многослойности. Средние частоты проработаны хорошо, высокие слегка теряются. Но это не критично, так как, в общем, звучат они энергично. Средняя сцена, баланс неплохой. Инструменталы отыгрывают средний, вокал также хотелось бы подетальнее. В целом, звучание качает. Для современной музыки FIA 13 однозначно подойдут. Мало того, что очень громко можно делать, мало того, что басов более чем достаточно. Средний бас здесь очень приятный, я бы сказал даже жирный. Из минусов, лично для меня я выделяю эргономику наушников, так как мне они неудобны. Они кому-то однозначно подойдут по посадке, но не мне. Также нет сенсоров приближения и хотелось бы умный бокс, чтобы наушники подключались при открытии крышки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале также по ссылке в прикрепленном комментарии. Повторяюсь, там, допустим, вчера было 4 смартфона от Realme, которые я купил, включая Realme Q5 Pro. Те, кто помнит Q3 или Q3 Pro, понимают, что этот цвет блеск красота машины, учитывая, что она стоит 20 с лишним тысяч рублей. А на голову выше, чем что-либо другое за эти же деньги. Железо туда запихали, ох, какое приятное. Мало того, что EFS 3.1, еще и Qualcomm'овский стабильный 830-й. И не вспоминайте мне про Poco F3 с его датчиком приближения, пожалуйста. Резюмирую, Blitzwolf, FIA 13 порадовали меня своими материалами и сборкой. Вдобавок, я предпочитаю физические кнопки на наушниках. Они здесь имеются, и за это от меня отдельный плюс. Вдобавок ко всему, мне действительно понравилось их звучание и возможность комфортно играть в игры без задержки. Пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайсу однозначное да. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.